В конце недели внимание инвесторов привлекут следующие макроэкономические события. Так, в четверг Австралия выпустит отчет по внешнеторговому балансу за февраль. Оценки большинства аналитиков предполагают увеличение дефицитного значения до 1,25 млрд австралийских долларов. Напомним, что дефицит баланса внешней торговли в Австралии возник в апреле прошлого года, а в январе текущего года составил 980 млн австралийских долларов, увеличившись на 477 млн по сравнению с предыдущим месяцем и превысив прогнозы экспертов. 3 февраля 2015 года Резервный банк Австралии снизил учетную ставку до нового рекордно низкого уровня в 2,25%. Глава Центробанка Гленн Стивенс заявил, что главной целью снижения была необходимость уменьшения стоимости австралийской валюты, которая необходима в условиях падения цен на минеральное сырье, главную статью экспорта Австралии. Учитывая рост безработицы и существующие опасения для экономики Австралии, предполагается, что Резервный банк может еще больше понизить процентную ставку для стимулирования экономики. Помимо Австралии, важную статистику в четверг опубликует и Великобритания, которая выпустит индекс деловой активности для строительного сектора за март. Прогнозируется увеличение показателя до 60,4 пункта. Стоит отметить, что в феврале индекс PMI для строительного сектора Соединенного Королевства неожиданно восстановился, зафиксировав рост до 60,1 пункта при рыночном прогнозе 59 пунктов. В феврале отмечался рост производства после небольшого спада в конце 2014 года. Жилищное, коммерческое и гражданское строительства расширялись быстрыми темпами, способствуя резкому увеличению объемов нового бизнеса. Тем не менее, некоторые строительные компании отмечали, что в связи с всеобщими выборами в мае может быть нанесен временный удар по новому бизнесу, так как некоторые клиенты сократят свои расходы. В пятницу во второй половине дня Соединенные Штаты объявят новые данные по занятости. Экономисты прогнозируют, что мартовский отчет раскроет увеличение числа рабочих мест на 251 тысячу. Месяцем ранее эта цифра была в районе 300 тысяч, а именно 295 тысяч новых вакансий было создано в экономике США в феврале. Уровень безработицы при этом снизился с 5,7 до 5,5%. Чиновники объяснили значительный рост количества рабочих мест укреплением курса доллара. При этом на рынке ожидают, что в этом году Федеральная резервная система повысит процентные ставки. В конце января ФРС отказалась от такой меры ради поддержания максимальной занятости и стабильности цен. Отметим, что ежемесячно в Америке создается более 200 тысяч рабочих мест. Это очень хороший темп, который год назад ФРС называла уровнем устойчивого восстановления рынка труда. Помимо вышеперечисленных событий, в конце недели выйдут следующие данные. Так, в четверг в Еврозоне выходит отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике. В Канаде и США опубликуют сальдо баланса внешней торговли. В Америке также выйдет число первичных обращений за пособием по безработице. В пятницу в Японии опубликуют индекс деловой активности в секторе услуг и композитный PMI. В Китае финансовая группа HSBC выпустит аналогичные показатели. Это был календарь трейдера от компании ИнстаФорекс. Всего вам доброго и приятной торговли!